Здравствуйте! Меня зовут Давид и с большим удовольствием представляю вам обзор планшета Asus PhonePad. За этот образец для обзора большое спасибо магазину VideoShopper. Итак, поехали! Расскажу вам, что нравится, что не нравится. В принципе, по большему счету, к этому планшету у меня есть только две претензии. Ну, на мой взгляд, недостатка. Обе они совершенно простительные, опять же, на мой взгляд. Первая такая серьезная, это то, что несмотря на то, что здесь стоит достаточно неплохой IPS-дисплей, при том с олеофобным покрытием, но он, к сожалению, как зеркало работает, то есть отражает очень хорошо. Он глянцевый. На солнце, опять же, ведет себя не слишком приятное, все видно, но хотелось бы лучше. Но в помещении работать с ним вполне комфортно, если на него не падает свет, как сейчас из окна, например. Второе, даже это не то, что минус, а все-таки отсутствие камеры, соответственно, тыловой, есть только фронтально на лицевой стороне для разговоров по скайпу. Ей, конечно, можно фотографировать, но это все-таки совсем не то. Кому-то это может быть важно, мне не столь суть, но вот не сказав об этом на первых порах, я не могу. В остальном, планшет мне достаточно понравился, несмотря на то, что внешний вид, опять же, у него, не могу сказать, что какой-то супер потрясающий, но в целом, все-таки, на мой взгляд, вот цена, по которой он продается, 9,390 средняя, я думаю, все-таки этих денег он стоит. Почему? Я сейчас вам расскажу, а вы сами сделаете свой, вот, интересно вам или нет. Планшет, конечно же, с 3G, единственное, что напрягает, ну, хотя как напрягает, возможно, скоро все перейдут на microSIM. Все-таки не обычная SIM, а microSIM-карта. И рядом мы видим гнездо, соответственно, карта microSD до 32 гигабайта. Все, больше здесь такого ничего интересного мы не видим. Заглушку ставим обратно. Расскажу сейчас про характеристики. Конечно же, планшета, внешний вид, комплектация. Тестом ТУТУ. Разумеется, я уже сделал, баллов у меня получилось 7200. Да, 7200 баллов. На мой взгляд, не очень сильно много, ну, что есть, скажем так. По характеристикам планшета давайте быстро пробежимся и перейдем к самому интересному. Рассказу о нем и внешнему виду. Android 4.1, обычный, при том, ну, покажу позже, каких-то фирменных оболочек нет. Тактовая частота одного, заметьте, одного процессора, но непростого, Intel Insight, мы видим надпись. Процессор стоит Intel Atom Z2420. Он одноядерный, но программы, приложения видят его как двухядерник. Могу это, соответственно, подтвердить. Если мы смотрим через специальную программу, но эта программа еще сырая, она на разных устройствах выдает ошибку, к сожалению. То мы видим, как будто ядра два. Видно вам, хотя на самом деле оно здесь одно. Ну ладно, пойдем дальше. Одноядерный процессор, тактовая частота, 1200 МГц. Оперативной памяти гигабайт, в принципе, нормально, ну, скажем так, на грани фола. Было бы лучше два, но, наверное, это было бы дороже. Встроенной памяти 16 гигабайт плюс показывал под крышкой. Микросим-карту можно поставить. Дисплей, экран 7 дюймов, разрешение 1280 на 800 целеофобным покрытием. Скольжение действительно очень хорошее, приятно управлять. Кстати, 10 пальцев поддерживает. Вообще ни одной мысли в голове нет, зачем это нужно, кроме как рекламный ход, но это есть. 10 пальцев и, соответственно, поддержка. Вообще, конечно, придумают. Дисплей, как говорил, соответственно, IPS, он глянцевый. В самом начале, я говорил, очень хорошо отражает все вокруг. Видеопроцессор. Power Power S-GX540. Вообще, нужна вам эта информация? Мне она вообще по барабану, если честно. Меня просто один человек просил назвать процессор, вот я называю. Ну, поддержка 3G, разумеется, есть. GSM, все остальное, ничего необычно. Там 4G, например, поддержки нет. Но она здесь, думаю, и не нужна. Фронтальная камера, которая одна-единственная, здесь 1,2 Мп. Есть поддержка GPS, GLONASS. Есть аксилометр, соответственно, компас, датчик приближения, датчик освещения, освещенности. Конечно, все это есть. Отдельно по аккумулятору, да, кстати, по весу он 340 грамм. Это не сильно много, не сильно мало, но и не могу сказать, что это прям очень сильно много. В принципе, более-менее нормально. Аккумулятор здесь 4270 мАч. В принципе, тоже не рекорд, но для семерки это нормально. Время работы, внимание, на сайте, соответственно, Asus официально заявляется. Время работы видео 7 часов. Но по сети бродят слухи, что может проработать значительно дольше и считается чуть ли не рекордсменом по времени работы. Что могу сказать от себя? Я на этот планшет, жена попросила, соответственно, записать фильмов. Я дал ей его потестировать. Она смотрит у меня сериал. Где-то 40-50 минут серия. Я зарядил полностью аккумулятор, включил Wi-Fi. Отключать не стал. Поставил максимальную яркость дисплея. И она в наушниках смотрит несколько серий. 3-4 серии. Плюс по интернету немножко полазила. Она. Потом я его потестировал. Грубо говоря, день рабочий так прошел. После этого смотрю, аккумулятор, грубо говоря, половина, даже около того. На второй день хватило. То есть получается, даже при достаточно таком сильном режиме, то есть фильмы посмотреть и не один, при том YouTube полазить, что-то скачать, аккумулятор к вечеру не садится. То есть вставляешь его на ночь, он лежит утром, просыпаешься, берешь руки, у него еще есть заряд, можно пользоваться. Не, ну разрядить, я думаю, сзади его все-таки реально, скорее всего, если поставить яркость побольше. И, в общем-то, на YouTube без перерыва крутить ролики, я думаю, сзади разрядится. Но все равно время работы достаточно неплохое. Материал корпуса, у него здесь, соответственно, пластик передний, задняя крышка у него металлическая. Но, честно говоря, на ощупь она ведет себя, скажем так, как будто пластик. Не могу сказать, что она сильно такая. По ощущениям, планшет из рук, конечно, не выскакивает, но несколько гладенький. Первое впечатление, что он немножко гладкий. Но из рук, конечно, уронить его достаточно сложно. По внешнему виду пробежимся. То есть, вот лицевая сторона, все очень-очень хорошо отражается вообще. А это на обзор у меня лежит сравнение. Будет следующее. Nokia Lumia 920, плюс против Windows Phone 8X. И, конечно, очень многим интересен, прямо сейчас сделаю, скоро выложу HTC One, телефон, который двухсимочный, Dual. Я его достаточно поюзал. Следующий обзор будет посвящен ему. Итак, внешний вид, лицевая сторона, надпись Asus, фронтальная камера. Несмотря на олеофобное покрытие, в общем-то, все равно следы, конечно, остаются, их тряпочки протирать. Но зато скольжение хорошее. С одной стороны мы видим кнопку включения и выключения, кнопки громкости. Снизу разъем под наушники, микрофон и, соответственно, под, соответственно, этот микро-USB кабель. С другой стороны мы не видим ничего. Сверху также мы видим микрофон, как я понимаю, дополнительный. И все. Вот она крышка. Динамика снизу. Я сейчас, конечно же, продемонстрирую вам Android. Версия Android здесь 4.1. Она достаточно стабильна. Несмотря на то, что уже появилось 4.2, 4.1 работает комфортно, достаточно хорошо. Ну, на мой взгляд, не то, что расхваливание Android идет, нет, я сам им пользуюсь. Но, действительно, каких-то проблем, начиная с четверки даже, я не замечал. Единственное, что... Ну, не то, что не понравилось. Я все-таки думал, что у ASUS как-то обработает Android, а он, по большему счету, оставил его стандартную оболочку. Ничего необычного нет. То есть, каких-то фишек, ничего нет. Все абсолютно стандартно. Ну, на мой взгляд, я ничего не нашел. То есть, создание папок в самой Android, к сожалению, не допускается. Папки можно создать только на рабочем столе. Мне кажется, это достаточно удобно. Жалко, что нельзя создать меню. По программам. Достаточно неплохой софт. ASUS свой собственный сюда положил. Мне очень понравились программки, которые позволяют обрабатывать изображение. Очень быстро как-то, знаете, дружелюбный интерфейс. У программ можно фотографию обработать. Вот, мне кажется, это достаточно приятный бонус. Понятно, что все можно скачать, но, когда есть, это плюс. По качеству изображения. Про экран я вам говорил. Вот стоит максимальная яркость. Отражение великолепно все работает. Видите? Вот. Но, в принципе, яркость нормальная. IPS-дисплей нормальный. Вполне. Итак, по играм. Знаете, к сожалению, не знаю, это особенность именно этого планшета. Либо все они. Но вот Real Racing 3 просто не запустился. Я, разумеется, перезагружал планшет. Притом, несколько раз. Загорается. То есть, ну вот, заставка идет и все. Игра не запускается ни в какую. В остальном, бегло, пробежавшись по своему списку игр, которые у меня, соответственно, на андроиде, что я увидел? GTA Vice City, например, не идет. Modern Combat 4 скачать можно. Ну, на первый взгляд, какого-то, знаете, сказать, что многие игры не идут, я не могу. Но Real Racing 3 почему-то не прошел. Не пошел. Всем подряд тоже я проверить не смогу, при всем желании. У меня сейчас игры, имею в виду, около 10 устройств на руках, на которые я буду делать обзоры. И планшет достаточно скоро я верну обратно в магазин. Но первое впечатление, не могу сказать, что чего-то не хватает. То есть, все, в принципе, по играм нормально. Что-то идет, что-то не идет. То, что даже на флагманах, вот Samsung Galaxy S4, там, HTC One, на них же тоже какие-то игры могут не идти. Почему я так подробно? То, что мне несколько человек предварительно писали, потестирую разные игры. Внутри Real Racing 3 не идет, а игры бесплатные. Бесплатные идут. Соответственно, я там парковку записал, Modern Conflict. Второй, по нему тоже хочу обзор сделать. Игра какая-то. На игры просто времени почти не остается. Вот. Итак, что вам еще интересно, я готовился показать. Да, в принципе, все показал, рассказал. Итак, итог, конечно же, плюсы и минусы этого планшета. По цене, грубо говоря, там почти 10 тысяч. Что мы получаем? Получаем хорошо достаточно сбалансированный планшет на Android 4.1 с нормальным объемом памяти 16, извините, в принципе, нормально, плюс microSIM. Конечно же, не забываем, что он работает как телефон, то есть 3G, SIM-карту можно поставить, интернет с 3G тянуть. Конечно же, из плюсов, еще не озвучил ранее, добавлю, это очень громкий динамик. На мой взгляд, достаточно громко, в фильм смотреть вполне можно комфортно. Это все плюсы. Ну и процессор, время работы связано с процессором. Не самое мощное железо, не самый мощный процессор и оперативки гигабайт. Ну, в общем-то, не могу сказать, что это как-то сильно мало все равно по нынешним меркам. Но судить опять же вам. Из минусов, это, конечно же, глянцевый экран, который отражает замечательно все вокруг и, возможно, кому-то не понравится отсутствие камеры. Все. В остальном, в остальном, думаю, у вас мнение у самих сложилось, брать или не брать, если такой вопрос стоит, ну, если фронтальная камера не нужна и нет необходимости играть какие-то супер-супер современные игры последние, то, мне кажется, планшет вполне можно взять, на нем удобно читать, на нем удобно смотреть фильмы, но при условии, что вы находитесь не на улице, либо не под яркими лампами. И, в общем-то, он достаточно хорошо работает, не тормозит, то есть интернет, YouTube, все работает быстро и четко. Ну что же, и комплект, еще раз отмечу, комплект простой, ничего необычного нет. Еще раз говорю спасибо магазину Видеошопер за предоставленный образец и вплотную занимаюсь следующим обзором. Спасибо вам всем, что вы есть, спасибо, что смотрите мои обзоры, спасибо за комментарии, спасибо за то, что вы подписаны на мой канал. мне, если честно, это как-то, я не слежу, вот было, например, когда тысячи подписчиков, там, пять тысяч, обзоров миллион, просмотров было, я как-то так, нейтрально, ровно отношусь. Есть и есть, я рад, что вы смотрите, рад, что могу чем-то вам помочь, то есть с выбором. Ну что же, всем спасибо, счастливо, до новых выпусков.